На телеканале Юганск время итоговой программы. Здравствуйте! В студии Инна Новикова и коротко об основных темах этого выпуска. Сейчас у меня будет второй правнуков, а там может быть правнучка будет, Бог даст когда-то. Это охота всё дожить. Лучший возраст. Для тех, кто любит жизнь, годы не помеха. Идея состоит в том, что собственник сегодня, обратившийся в диспетчерский центр, не только передаёт заявки, но и получает ответы о сроках исполнения. Есть ли победа у Народного фронта? Общественники оценили работу ЖКХ. Вступила прям в самый омут. И я почувствовала, как никто, что такое архивная служба. Всё началось с двух стопок документов. Архивной службе Югры. 80 лет. День пожилых людей отпраздновали на этой неделе нефтьюганцы. На самом деле, отмечают его, конечно, не только жители нашего города. Международный день пожилого человека появился более 20 лет назад и сразу стал популярным. Известно, что население Земли стремительно стареет. Только за последние два десятка лет число людей старше 60 удвоилось. Пока мы молоды, старость кажется нам далёкой, даже невозможной. Но жизнь быстротечная. В один прекрасный день каждый из нас пополнит ряды бабушек и дедушек. К счастью, многие люди зрелого возраста продолжают получать удовольствие от жизни. Такова и наша героиня. Идите! Красные черёмухи попробуйте. Я вам выдам. У стариков две отдушины. Дети и дача. Здесь и милые сердцу гладиолусы, и соседи, которым без лишних церемоний можно зайти на чай. Для Альбины Михайловны, которая вдавила 20 лет назад, её четыре сотки – это жизнь. Красота! Не было бы дачи. У меня дочь всё говорит. Мама, пора тебе уже дачу оставлять. Я говорю, дочка, вот не смогу работать, поставлю посередине табареточку, сяду и буду всё лето сидеть. Она неисправимая оптимистка, жизнелюбивая и деятельная. Картошки и морковки ей мало. Взялась вот вырастить виноградную лозу. Первая неудача – упрямую огородницу только раззадорила. Так вот, я поставила уже на будущий год, видишь, поставила два, три лозы у меня будет на будущий год. Остальное я выпилю. Здоровье, конечно, уже не то. Но про свои болячки говорить, а про чужие слушать она не любит. Утром встала, таблетки выпила и вперёд. На дачу или в бассейн. Если дети и внуки не забывают звонить, то жизнь вообще прекрасна. Так охота подольше пожить, по-честному сказать. Мне так сильно охота ещё пожить. У меня внук собирается на следующий год жениться. Охота дождаться, чтобы у него тоже ещё. Сейчас этот у меня будет второй правнук. А там, может быть, правнучка будет, Бог даст, когда-то. Это охота всё дожить. День пожилого человека, к которому уже крепко прилипло другое название – День молодёжи. Они отмечать любят. Сначала с обществом старожилов. В Нефтьюганск приехали в 66-м. Потом дома, в компании. И, наконец, в кафе. И танцуют, и шутят, и кокетничают. Всё, как в молодости. Старость – это тоже радость. Каждый период жизни он по-особену приятен. И самое главное, чтобы было здоровье. А что старость – это не старость. Это просто состояние здоровья. И всё. Так что у вас старость впереди. Не бойтесь. О! На пенсию они не жалуются. Но утюг покупают в кредит. Коммуналка, интернет и телефон съедают тысяч семь. Лекарства – ещё пять. Спасает огородный урожай. Ну, тяжеловато, конечно. Вот как? Совсем-совсем. Можно не сказать, что совсем плохо. Тоже не скажешь. Но пенсию бы маленько побольше платили. То обувь сносилась, то телевизор сломался, то техника вся полетела. Её надо купить. А чтоб на свою пенсию купить, ни черта не получается. Но я всё равно считаю, что всё хорошо. Альбина Михайловна не любит зиму. Нет дачных хлопот, да и друзья все разбредутся по своим норкам. Но она не унывает. Да и капризный Ефим Михайлович не даст скучать. Да, он какой красивый. В городской библиотеке на этой неделе прошло заседание рабочей группы Народного фронта «Качество жизни». Главная задача – подвести итоги двухлетней работы предприятий жилищно-коммунального комплекса города. Общественники пытались разобраться, в чём причина затяжного начала отопительного сезона и как работает общественная группа по вопросам ЖКХ «Нефтьюганска». Главный вопрос в повестке дня – насколько серьёзно Ханты-Мансийский округ подошёл к указу президента. Напомним, Владимир Путин предложил инициативу, чтобы в каждом городе действовал общественный совет, который возьмёт на себя контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для оценки деятельности созданных в муниципальных образованиях общественных организаций, общественных советов, рабочих групп по вопросам ЖКХ, региональным исполкомом ОНФ в Игре во все 22 муниципальных образования были направлены запросы о предоставлении информации о создании общественных советов по ЖКХ и отчётов о их деятельности. Из 22 организаций отчёта о проделанной работе предоставили лишь 16 муниципальных образований. В числе должников – Кандинский, Нижневартовский районы, Нягонь, Пытьях, в том числе и Нефтьюганск. А вот лидерами исполнения наказа – Кагалым. Люди требуются разъяснения, члены общественного совета дают необходимое разъяснение гражданам. Однако, как заверяют местные коммунальщики и члены Общероссийского народного фронта, работа в городе ведется. И Нефтьюганск стремится улучшить качество обслуживания. Четыре месяца назад на базе ЖО-7 начал работу информационно-диспетчерский центр. Целью создания стало желание наладить обратную связь. Идея состоит в том, что собственник, сегодня обратившийся в диспетчерский центр, не только передает заявки, но и получает ответы о сроках исполнения, а после имеет возможность высказаться о качестве работы, внести предложение или поблагодарить. За четыре месяца работы центра здесь обработали свыше шести тысяч звонков. И это при том, что в диспетчерскую поступают заявки только от жителей домов, которые обслуживают ЖО-3, 7, Юганск-Север и Сибирский дом. По словам специалистов, наибольшее число жала было в начале отопительного сезона, когда тепло подали не во все многоквартирники. Есть, наверное, какие-то, возможно, недоработки, что было не устранено в летний период. И есть такое предложение, что все-таки администрации города и департаменту жилищно-коммунального хозяйства, именно Ахмау, поскольку они являются вышестоящей организацией, взять под более жесткий контроль выполнение мероприятий, готовки к отопительному периоду. Как утверждают специалисты, все объекты социального значения – это детские сады, школы и больницы города – были подключены уже первого числа. А проблема с жилыми домами возникла из-за того, что не все здания получили паспорта готовности к зиме. Да и погода позволяла не включать батареи. Оснований подключаться так таковых не было, потому что погодные условия составляли плюсовую температуру. Прям ситуации экстренной не случилось. По итогам заседания представители Народного фронта отправились на экскурсию в информационно-диспетчерский центр, чтобы воочию увидеть работу специалистов. Руководитель рабочей группы Александр Колодич отметил важность обратной связи в сфере ЖКХ. Очень важна обратная связь. Что такое обратная связь? Это собственник, житель Югры должен видеть, что о нем заботится, он нужен, он значим. И чтобы вот это именно была обратная связь как со стороны управляющих компаний, ТСЖ, так и администрации, власти на местах. Как обещают народные избранники, в ближайшее время в Нефтьюганске будет создана общественная комиссия на базе Народного фронта. И горожане смогут контролировать работу предприятий ЖКХ и иметь возможность получать помощь в ближайшее время после своего обращения. Мария Орехова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». С начала года нефтьюганские сотрудники ГИБДД выписали водителям протоколы на сумму более 56 миллионов рублей. Но оплачивают квитанции за свои правонарушения далеко не все автовладельцы. Сейчас в городе проходит акция. Полицейские проверяют водителей на наличие непогашенных штрафов. В рейде побывала и Ольга Кондрашина. Игорь Петрович, штрафы не оплачены имеются? Сегодня автоинспекторы дежурили на одной из автозаправок. Ни одна машина не могла покинуть территорию, пока водителя не проверят по базе данных на наличие штрафов по линии ГИБДД. Практически каждый водитель показывал инспекторам оплаченные квитанции. А тех, у кого не оказалось при себе подтверждающей платежки, полицейские доставляли в отдел для дальнейшего выяснения. Дело в том, что банки не всегда своевременно предоставляют информацию в ГИБДД. И на момент проверки в базе данных автовладелец может числиться как должник. В избежание таких недоразумений гражданам рекомендуется либо иметь платежные документы при себе в момент передвижения, либо обращаться в подразделение ГИБДД для уточнения, пришла ли оплата. Также не рекомендуется пользоваться терминалами, которые установлены в магазинах. Потому что данные банки либо терминалы не соответствуют тем реквизитам, на которые необходимо прислать штат. То есть гражданин фактически думает, что оплатил штраф, однако эти деньги на счет бюджета не поступают. Они остаются как бы в подвешенном состоянии. За два часа проведенного рейда полицейские выявили более 10 водителей с неоплаченными штрафами от 500 рублей и выше. Всего же в Нефтьюганске зарегистрировано порядка 60 автовладельцев, у которых сумма в просроченных квитанциях превышает 10 тысяч. Каким бы долг ни был, платить все равно придется. А вот наказание за просрочку будет определять суд. Это может быть штраф в двойном размере или административный арест до 15 суток. Ольга Кондрашина, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Вакцинация от гриппа началась. В нынешнем сезоне будут циркулировать сразу несколько штаммов этого вируса, в том числе и высокопатогенные H1N1. Врачи напоминают, грипп самый опасный из всех респираторных инфекций. В очередной раз агитируют за вакцинацию, как самое надежное средство профилактики. Однако эффекта пока не очень много. Именно от противогриппозных прививок население отказывается чаще всего. Чего только не рассказывают про вакцинацию от гриппа. Одни поставили укол, но все равно заболели. Другие вообще якобы заразились гриппом от прививки. Медики считают, что это невозможно, как и разработчики вакцины. Ведь в организм вводят не сам вирус, а его частицы. Такое есть, но связано ли это с прививкой, убедительно никто сказать не может. Говорят о возможном феномене отвлечения. То есть в процессе постановки вакцины у человека уже имелся возбудитель, какой-то инфекции респираторной. Их же много. Грипп же это не единственная респираторная инфекция. Не секрет, что с предубеждением к прививкам относятся не только обыватели, но и некоторые доктора. Причем от пациентов они своих взглядов не скрывают. Владимир Ермолаев из тех, кто не только агитирует за вакцинацию, но и верит в неё. Вы неправильно людям говорить о том, что надо, а самому потихонечку не делать и не верить в это. Все, кто со мной живёт, все, кто со мной общается, я их умею переубедить, могу донести до них необходимость и важность вакцинации. Поэтому и дети мои тоже прививаются. И я прививаюсь. Правда, прививка от гриппа не защитит от всех вирусов и простуд. Даже если вы прошли вакцинацию, витамины, спорт и закаливание никто не отменял. Во-первых, это так называемая неспецифическая профилактика. То есть это правильное питание, это достаточный сон, это достаточное пребывание на свежем воздухе, конечно же, занятия спортом. Остаются актуальными проветривание, влажные уборки помещений. Если у кого-то есть хронические заболевания, как раз самое время о них подумать. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, непривитые от гриппа, болеют им в 9 раз чаще, чем те, кто посетил процедурный кабинет. Прошлой зимой на территории Нефтьюганска было зарегистрировано 80 случаев гриппа. Большинство заболевших лечились от осложнений в стационаре. По словам врачей, почти никто не был привит. Наш организм – это, в принципе, большая сама по себе лаборатория. Его, скажем так, резервы, можно сказать, неисчерпаемы, в том числе и иммунная система. Но это не значит, что мы, скажем так, можем идти безоружно к любым вирусам, к любым микроорганизмам. Вот, пожалуйста, даже сама сейчас ситуация в Африке с вирусом Абола тоже показала факт, что наш организм всё-таки уязвим. Поскольку любая прививка – это вмешательство в организм, делать её без предварительного осмотра врача не стоит. Осложнения, хотя и весьма редки, но бывают. Был такой случай и в Нефтьюганске. Бывший сотрудник нашей больницы. Была вакцинация, после этого развилось осложнение. Ну и связь, так скажем, прослеживалась между вакцинацией. То есть это осложнение описано. Но, слава богу, всё закончилось без всяких потерь для этого человека. То есть он в труде, он всё, так скажем, нивелировалось в процессе реабилитации. Зачастую мы недооцениваем опасность гриппа. Всё-таки это не банальная простуда, когда человек хоть и кашляет, но приходит на работу. Настоящий грипп приковывает к постели на много дней, даже если температура невысока. Самый большой риск заразиться, конечно, у детей, стариков и тех, кто ежедневно общается с большим количеством людей. От гриппа я привилась ежегодно. Я считаю, что глупо не пользоваться достижениями медицины. Поэтому это, по-моему, актуально и современно прививаться от гриппа в том числе. Но был у меня такой случай, когда я не привилась от гриппа, принесла очень тяжело. Поэтому стало для меня уроком. Теперь привилась ежегодно. Можно сказать, что это дело человека, поскольку это как бы по желанию. Но опять же, у каждого желания есть свои последствия. Надо немножко ответственнее относиться. Потому что пропустишь работу, нужно идти на больничный. Кто-то за тебя должен отрабатывать. Это неудобно, это неправильно. Медики призывают работодателей позаботиться о своём коллективе и закупить вакцину. У тех, кто не экономит на здоровье сотрудников, выплаты по больничным листам заметно сокращаются. До эпидемии пока далеко, но сезонный рост заболеваемости налицо. Экстренное заседание антинаркотической комиссии состоялось в Нефтьюганске на этой неделе. Причиной такой внеплановой встречи стало массовое отравление спайсом. Выяснилось, что касается это не только сургута. В Нефтьюганске также возросло количество госпитализированных с интоксикацией после употребления курительных смесей. Есть и летальные случаи. По словам специалистов, увлечение спайса началось давно, но пока не было такого количества трагических случаев. Никто особенно не бил тревогу. Почему не только подростки, но и вполне благополучные взрослые подвержены этой зависимости? И как уберечь своего ребёнка от беды, расскажет психолог в интервью недели. Светлана Фёдоровна, вот последние случаи, в том числе у наших соседей, сургутян, показали, что употребление наркотиков – это не единичные какие-то прецеденты. В принципе, существует целая культура, можно сказать, массовая. Что происходит с нами? Всё начинается из семьи. Ведь наркоманами вдруг не становится. Семья формирует зависимое поведение у своих детей и далее у подростков. Какое поведение родителей способствует тому, что ребёнок становится этому подвержен? Во-первых, родители уходят от воспитания своих детей. То есть они живут своей жизнью. Сейчас проблемы накормить детей, чтобы всё было хорошо, чтобы у ребёнка было всё. Это конфликтные супружеские отношения. То есть между матерью и отцом? Между матерью и отцом. Это очень важно. Это формирует зависимость самого раннего детства, формирует зависимое поведение у детей. Подрастая, подросток не чувствует в семье поддержки. А отсутствие поддержки способствует повышению тревожности. И он ищет какие-то способы для того, чтобы облегчить свою жизнь. Есть две линии для того, чтобы облегчить свою жизнь. Первая – это философия одного дня, когда подросток живёт одним днём. То есть получает удовольствие сегодня и на дальнейшем не строит никаких планов. А это неуспеваемость в школе, это прогулы, естественно. Это ведёт он праздный образ жизни. У него нет сил и способности планировать свою жизнь. И вторая линия – это когда ребёнок находит какую-то группу для себя, принимает ценности этой группы и живёт в этой группе. А если эта группа асоциальная, то, естественно, всё, что происходит в этой группе – это употребление наркотиков, алкоголя и так далее – он тоже это перенимает. В случае в Сургуте, да, в принципе, и у нас нефтьюганский показал, что нередко и даже очень часто спайс употребляют люди старше 26 лет. Есть ли с психологической точки зрения разница, подросток этим занимается или человек, у которого уже есть семья, профессия? Причины разные вообще этого? Корень один – это последствия просто разные. Да, тот подросток, который вышел в жизнь и как-то удержался на плаву из-за того, что, может быть, какие-то строгие правила в семье были, недоступность денежных средств, контроль жёсткий. Подросток как-то удержался на плаву в подростковом возрасте. Но создав свою семью, он уже стал хозяином своих денежных средств и вообще своей жизни. И он остался тем же подростком, который не умеет принимать ответственность на себя. И для него семья тоже – это очень много. Это такой груз, а нести ответственность он за кого-то не может. В первой же критической какой-то ситуации он не находит выхода из неё, перебегает очень к лёгкому способу удовлетворения своих потребностей, своего спокойствия и так далее. Это принятие какой-то дозы очередного наркотика для того, чтобы облегчить свою жизнь, хотя бы на время. То есть можно сказать, что возраста риска как такового нет? Конечно, более подвержен это подростковый возраст. И всё-таки? Идёт в организме бунт, да, идёт половое созревание, меняются какие-то ценности. И вот в этот период очень важно быть рядом со своим ребёнком, поддержать его, да, как бы организовать какие-то семейные традиции, вот, семейные поездки, разговаривать по душам, говорить о своих чувствах, говорить о любви ребёнку, принимать ребёнка таким, какой он есть, для того, чтобы как-то вот удержать своего ребёнка. Потому что в таком возрасте подростки, они больше слушают своих сверстников, чем родителей. А родители иногда ведут неправильную линию воспитания. Они считают, что своими нравоучениями, вот, они как-то помогут, смогут уберечь ребёнка, вот, от дальнейших каких-то действий. То есть одних бесед, вот, информации мало здесь, недостаточно? Это недостаточно, во-первых. Во-вторых, родители – это родители. То, что сказал друг или подруга, это правда. А то, что сказали родители, как бы это подросток не воспринимает. И нравоучения родителей, они только раздражают подростков, да, или вызывают чувство вины. Как бы к хорошему это не приводит. И только сплочение семьи поможет удержать подростка, чтобы он вот не пошёл по пути употребления наркотических средств. Ну, если произошла такая уже беда, или родитель подозревает, так, в принципе, это проверить. И если их подозрения подтвердятся, куда обратиться им, что делать? Ну, конечно же, чем скорее родители обращаться за помощью, это лучше. Да, вот. Но очень страшно, когда родители, как бы, отрицают тот факт, что они заподозрили, что ребёнок начал… Вот, ребёнок какой-то неадекватный приходит домой, да. И родители, они хотят услышать для себя сказку. Очень часто они оттягивают, вот, как бы, решение этой проблемы, да. Они прячут голову вписывание. Сами, да. И они выходят напрямую с ответами к своему ребёнку, что-то ты не такой, пришёл, что-то не так, ты, наверное, что-то употребляешь. И, естественно, подросток никогда не скажет родителям правду. А родители хотят услышать сказку для того, чтобы успокоить себя, что это не так. И вот чем больше они оттягивают эту проблему, тем труднее потом помочь ребёнку выбраться из этого болота, так сказать, да. Конечно, это обращение к специалистам, потому что сами родители с этой проблемой не справятся. Специалисты – это психологи или медики? Это обращение к психологам и к медикам обращение, потому что здесь надо лечить и психологически, и физиологически, да. К результату нужно будет идти длительное время, да. Но если семья объединится, они смогут помочь своему ребёнку. История в документах архивной службе Югры исполнилась 80 лет. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли во всех муниципалитетах округа. Нефтьюганский центр нынче празднует 45-й день рождения. На торжестве наградили особо отличившихся работников и вспомнили, с чего начинался городской архив. Началось всё с подвального помещения в нынешней администрации и пары стопок документов. Сегодня архивный отдел Нефтьюганска располагается в отдельном здании с просторными хранилищами и удобной системой поиска. А количество документации здесь достигает 57 тысяч единиц. Вообще в архиве очень много направлений деятельности. Но самое главное для населения города – это исполнение запросов. То есть это подтверждение их социальных льгот, социальных прав. Это в основном подтверждение трудового стажа, заработанной платы. То есть возможность получить достойную заработанную пенсию. Этим направлением занимаются у нас 4 специалиста. Они регистрируют запросы, проводят поисковую работу в хранилищах и изготавливают справки и выдают. Наталья Волокитина работает в центре уже 11 лет. Сегодня она начальник отдела. И как никто, знает всё о сложности профессии архивиста. Вступила прям в самый омут. И я почувствовала, как никто, что такое архивная служба. Ну, с годами, конечно, я очень старалась, прикладывала все свои силы. Честно скажу, что было время, что и про семью забывала. Сегодня награждались не только работники отдела, но и те, кто активно с ними сотрудничает. Среди них документоведы, специалисты по кадрам и наши коллеги из местной газеты. Здравствуйте, нефтеюганцы. Именно они пишут летопись городских событий. Мария Орехова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». День учителя будут праздновать россияне в это воскресенье. В рамках цикла мы продолжаем рассказывать о педагогах нашего города. На этот раз речь пойдет о Валентине Филипповне Ворониной, воспитателе детского сада номер 20. Несмотря на почтенный возраст, Валентина Филипповна не отстает от маленьких энергичных ребят. Вместе с ними она участвует в конкурсах, танцует и постоянно улыбается. Для занятий воспитатели используют современные технологии, например, интерактивную доску. За 30 лет работы подход к образованию изменился кардинально, говорит педагог. Неизменной остается любовь к детям. Валентина Филипповна пользуется популярностью и почетом не только у детишек, но и у коллег. Ее ценят за огромный опыт и практические знания, которые она передает молодым специалистам. Сегодня Валентина Воронина участвует в программе «Детский сад 2100». Главный акцент в образовательной программе – индивидуальный подход к развитию личности каждого ребенка. Я с Валентиной Филипповной работаю уже не первый год. Она является моим наставником, так как я молодой специалист. Она всегда помогает, всегда ответит на любой вопрос. Для меня не составляет никакой сложности с ней работать. Она меня во всем поддерживает, помогает, подсказывает. 5 октября – особый день для всех учителей и воспитателей. Наша героиня ждет его с нетерпением. Впрочем, как и ребята. Они уже заранее подумали о том, что подарят любимому педагогу. Я пока не приготовила, но думаю. А я из соленого теста сделала. Что сделала? Ёлку, дерево, бабочку, домик. Я приготовлю ей цветы. Я тоже. И открытку. Валентина Воронина хоть и человек старой закалки, но она старается в своей работе использовать современные педагогические методики. Главное для нее – всестороннее развитие ребенка. Никита Чебыкин, Дмитрий Шестопалов. Телерадиокомпания «Юганск». А сейчас в эфире Юлия Грызкова с криминальной статистикой. Здравствуйте. С итогами работы полиции за прошедшую неделю познакомлю вас я, Юлия Грызкова. За отчетный период в дежурную часть поступило 404 сообщения. 17 из них с признаками преступления, 12 из которых раскрыто. В полицейском имени в Тьюганске проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений в миграционном законодательстве. За несколько дней профилактического мероприятия сотрудниками полиции проверено более 1200 объектов. В частности, проверки проводились в гостиницах города, общежитиях, автовокзалах, жилом секторе, а также свыше 90 проверок предприятий, учреждений, учебных заведений. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 180 нарушителей миграционного законодательства, на которых составлены протоколы по делам об административных правонарушениях. Трое из них по решению суда выдворено за пределы России. В отношении 24 работодателей составлены административные протоколы за незаконное трудоустройство граждан из ближнего зарубежья. Кроме того, в отношении двух нефтеюганцев проводятся проверки по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Отметим, что за данные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет. Кроме того, в течение недели сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактной алкогольной продукции. В ходе профилактического мероприятия сотрудниками полиции был выявлен торговый склад, в котором хранилась высокоградусная алкогольная продукция с поддельными акцизными марками с целью ее дальнейшей реализации в торговых точках города. В ходе проверки на данном складе было изъято около 3000 литров шампанского и водки. В настоящее время контрафактная продукция направлена на исследование. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшей Федоровой Ольги Михайловны, 1992 года рождения, которая 29 сентября текущего года ушла из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы. На вид 22 года. Рост высокий, около 175 сантиметров. Худощавого телосложения. Плечи горизонтальные. Лицо овальное, по цвету смуглое. Лоб по высоте средний. По положению вертикальный. Глаза серо-голубые, но средний. Губы средней толщины. Волосы прямые, крашеные в темный тон. Особые приметы. На левой ноге и шее имеются татуировки. Точное содержание неизвестно. Была одета в куртку и штаны темного цвета, свитер светлого цвета. Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении, разыскиваем, незамедлительно сообщи дежурную часть полиции по телефону 29 56 10 либо 02. За прошедшую неделю составлено 1020 административных протоколов по линии ГИБДД. Сотрудниками полиции проведено 14 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пресечения преступлений, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. А у меня на этом все. Будьте бдительны и всего вам доброго. Центр национальных культур открыл свои двери для всех школьников города. Вокальный ансамбль «Вишневый стиль», зал хореографии, студия моды и режиссуры показали все, чему можно научиться в стенах ЦНК. И это была не просто экскурсия. В каждой новой комнате ребята искали счастье. Нашли или нет, знает Мария Орехова. Провожатыми на дне открытых дверей стали Баба Яга и домовенок Федор. В поисках счастья ученики блуждали по центру, и каждый открывал для себя новые знания, увлечения и, возможно, будущие занятия. Но сегодня мы полностью показываем детям все то, что имеется в нашем центре. А это все творческие коллективы, национальные коллективы, хореография, вокал, декоративно-прикладное искусство. Мне понравилось кавказский танц. Я хотела бы записаться сюда. Мне очень сильно понравилось. В студии моды и грации оживали скульптуры, и комната превращалась в шоу-рум. В зале хореографии ребят ждала веселая разминка и зажигательные танцы под кавказские мотивы. В комнате рукоделия мальчишкам и девчонкам преподали мастер-класс. Все экспонаты здесь воспитанники центра сделали своими руками. Жидкий пластик, краски и даже обыкновенная солома в умелых руках может превратиться в невероятные предметы декора. Вот ведь какая она непростая. Эта соломка совсем как живая. Руки возьмут ее в мастерица, сразу она в чудеса превратится. По словам специалистов, досуг – это не самое главное для центра, а не межнациональный союз. ЦНК уже около семи лет ведет активное сотрудничество с общественными, религиозными и национальными объединениями, в состав которых входит около 20 народов России и мира. Вот уже лет семь, наверное, здесь мы, Центр национальной культуры, Центр национальной культуры нас объединил, всех национальностей. Здесь нам выделили комнату, оформили свою комнату, чувачскую комнату. Праздники проводим, свои национальные праздники совместно, Центр национальной культуры совместно проводим. В зале с национальными костюмами ребята могли познакомиться с культурой народности, представители которых живут здесь, в Нефтьюганске. Увлекательное путешествие очень понравилось девочке со славянским именем Мирослава. Правда, понравились ей не рукоделие и мода, а зажигательный Кавказ. Мне здесь очень понравилось, здесь красиво очень, всяких много культур разных. Здесь могут научить петь, танцевать, хореографии. Я бы здесь занималась танцами. Мне очень понравился учитель по танцам, как они, или кавказским танцам. Сегодня в Центре национальных культур занимаются более 300 ребят. Это 20 коллективов. ЦНК приглашает всех желающих от 4 до 17 лет присоединиться к большой многонациональной семье. Мария Орехова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Хороших вам выходных и до встречи.